Учиться, в общем-то, вы сами понимаете, было некогда, но это мне не помешало поступить в университет, правда не с первого раза, со второго. Если бы я поступил бы с первого раза, то бы никогда не встретились бы с нашей Еленой, с моей Еленой. Поэтому так должно было сложиться, поступил второй раз, и мы встретились в университете с Леной. Вы знаете, мое детство прошло в маленьком белорусском городе машиностроителей, где выпускают огромные, известные всему миру автомобили БелАЗ. Это город Жодино в Белоруссии. И вы знаете, я была третьим ребенком в семье, самым любимым, и как-то по жизни у меня была с детства установка, что все, что в жизни у меня будет, будет самое хорошее, со мной будут происходить только самые лучшие вещи. И чем бы я ни занималась, я всегда была лучшей и первой. Это было и в школе, и я с красным дипломом закончила университет. Мне не помешало в этом деле даже то, что в это время на моих руках был годовалый сын. И вы знаете, мы с Иваном действительно создали очень крепкую, очень счастливую семью. И самым большим моим везением было то, что моим мужем стал вот этот замечательный человек. Я этим очень горжусь. И вы знаете, только благодаря этому человеку на сегодня мы увижу. Потому что, когда мой супруг пришел домой, у нас только-только начало все налаживаться с работой, с деньгами. Мы только-только вот как-то выкарабкались после лихих 90-х. У нас было двое детей, мы жили на чужой съемной квартире. Но мы как-то вот, все налажилось. И жизнь, кажется, налаживается. Да, вот такое есть. И тут прибегает домой мой супруг. Он при этом совсем недавно получил очень хорошую должность. Зам. директора по производству филиала Белосмаз. То есть у нас были огромные перспективы. И он в один прекрасный момент мне сообщает, я увольняюсь с работы. Как вы думаете, какое было состояние души? Что я в это время чувствовала? Какое у меня было к этому отношение? Наверное, как у каждой нормальной женщины, я была в шоке. И вот это вот, я не радовалась тому, что жизнь изменится. Потому что мне казалось, что вот-вот она налаживается, тут все это вот рухнет. Вот. Но по жизни Иван очень такой мягкий, очень добрый человек. Но в тот момент я в его глазах и в его движении просто прочувствовала такую силу, волю и уверенность. И в этот момент я просто сказала, ты знаешь, делай все, что хочешь. Потому что ты мужчина, ты кормили семье, только меня не трогай, я тебе мешать не буду. И я действительно ему не мешала. Но, когда мой супруг стал приходить, какой-то нарядный, вечером, у него было хорошее настроение, у него горели глаза. Я очень стала как-то так интересоваться, все-таки, что это такое. И когда он уходил, я втайне вытаскивала его литературу, читала о продукте, читала о бизнесе, я пыталась вникнуть в это дело. И вы знаете, в тот момент я подумала, что, наверное, в этом что-то есть. Наверное, это и для меня. Но решающим моментом, наверное, приятие Вижен и сетевого маркетинга было то, что я приехала на первый в своей жизни миллениум. Это был первый миллениум компании. И здесь я поняла, что я здесь навсегда надолго. И вот эти самые золотые слова, иди делай, я тебе мешать не буду. Мы работали в нашем городе небольшом, 50 тысяч населения, но мы за очень короткий срок создали очень хорошую команду. Мы друг другу помогали, мы друг друга выручали, мы друг друга поддерживали не только в бизнесе и по жизни. И у нас была такая вот дружба, не просто вот обняться и все вот так вот, простая дружба, а дружба была бизнесом, дружбой. И вот до сих пор, и 98-й год какой-то дефолт, у нас осталась эта команда. Команда, которая появилась в 96-м, 97-м году. Мои величайшие, лучшие спонсоры в мире. Я бы хотел об одном человеке сказать, который пришел мне на работу и положил этот контракт, это Ефим Коваленко. И вот на ее отношение к этому человеку, вот эта вот бумажка волшебная, этот контракт, мне не нужно больше ничего. Все, что происходит в этой жизни с нами сейчас, мы сами делаем. Он нам дал этот контракт, он дал нам эту возможность, и он даже ничего не сказал. И мне не нужно было, чтобы он мне показывал, как проводить рандеву, как проводить встречи, как приглашать. Вот этот контракт, и ты все, что хочешь, ты хочешь делать, как хочешь. И вот то, что мы сегодня имеем, спасибо ему. Ефим, спасибо тебе, я знаю, что ты в зале. Мы всегда это будем помнить, ты лучший спонсор в мире, потому что ты никому другому не пошел. Ты пошел к нам. В 50-тысячном городе ты пошел к нам. Спасибо тебе. И вот это одно из наших качеств в работе, это и есть вот это отношение человеческое, понятие того, для чего я пришел в эту компанию. Что? Почему кто-то для меня что-то должен был делать? Я благодарен даже за то, что просто я заключил этот контракт. То, что меня Лена поняла и поддержала, что потом она была вместе. И в 98-м году, когда что-то там произошло, в сентябре мы открываем 4 карата, в 98-м году. В октябре открывает дистрибьютор мой, в второй линии 4 карата. Дистрибьютор первой линии в октябре открывает 4 карата 98-го года. И все закрываем мы. Мы в декабре, в январе, в феврале. Тореза Мыслицкая, Володя Онищенко, Елена Ивановна Куровская. И не важно, какой дефолт или что там происходило. Важен, наверное, наш выбор в голове. И нас все поддерживали. И самым главным нашей опорой был кто? Валентина Дорошенко. Это человек позитив. Это человек энергетик. При любой ситуации негатива никакого у нас не должно быть. Ребята, все прекрасно, все хорошо. Это все пройдет, если где-то что-то было. Мы все будем делать, как полагается. И все мы будем довольны этой жизнью. И на сегодняшний день то, что мы имеем, заслуга тех людей, которые пригласили нас в этот бизнес. Заслуга тех людей, которые нас обучала. Весь наш спонсорский ряд. И мы очень благодарны. От чистого сердца мы благодарны всем-всем. И Ефиму Свали, и Валентине Дорошенко, и Валентине Шершневой, Алексею Маргарите, Павлу и Светлане Дуброву. Потому что все эти люди повлияли на нас. Какие мы есть, это их заслуга. А что мы сделали в этой жизни? Это наши дистрибьюторы. Это те люди, которые нас поддержали. Нам поверили. Пошли за нами. Это наши золотые кораблики. Тамара Сахарчук, Тереза Маслицкая, Нелла Талай. Подписаны в 1996 и в 2007 году. И мы с ними, и они с нами. И спасибо вам, дорогие наши дистрибьюторы, что вы есть, что вы нас поддерживаете. Что вы знаете, что... Поверьте мне, у вас все будет прекрасно. Это лучшая в мире компания. Это лучшая в мире компания. И все, что мы имеем... Мы впервые в Вижен поехали за границу. Мы впервые в Вижен поехали отдыхать. Мы приобрели много-много друзей, знакомых в разных странах. В своей стране, в России. И мы благодарны, что вот это вот нам Вижен показал, что можно хорошо жить. Вы знаете, и я хотела бы, может быть, завершить наше коротенькое, может быть, даже немножко спонтанное выступление фразой из песни. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, что я зову своей судьбой, связано только с тобой. Вижен. It's my love. Это наша жизнь. Это наша жизнь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.